Лекция номер 13, тема, диагностические программы. План темы, процедура самопроверки при включении компьютера. Диагностические программы, поставляемые с периферийными устройствами. Программы диагностики операционной системы. Диагностические программы общего назначения. Диагностическое программное обеспечение чрезвычайно необходимо в том случае, если система начинает с боителей, если вы модернизируете ее, добавляя новое устройство. Даже когда вы пытаетесь выполнить простую операцию, например, установить новую плату, или ищете неисправность в аппаратуре, приведшую к сбою или зависанию системы, вам необходимо знать о компьютере больше, чем написано в прилагаемой к нему инструкции. Диагностические программы позволяют проверить работу как всей системы, так и отдельных ее узлов. Естественно, при эксплуатации системы меню необходимо регулярное техническое обслуживание. Именно это и служит залогом нормальной работы компьютера. Также здесь описаны диагностические программы трех уровней, пост, системные средства и дополнительные программы, которые либо поставляются вместе с компьютером, либо приобретаются у его изготовителя. Техническое обслуживание, мероприятия профилактического характера, проводимые систематически, принудительно через установленные периоды, включающие определенный комплекс работ. В компьютерной терминологии термин «периферия» объединяет собой все устройства ПК, кроме процессора и оперативной памяти. Есть и другие термины для этих устройств, например, устройство ввода-вывода данных, дополнительное устройство и другие. Периферийные устройства персонального компьютера – это клавиатура, манипулятор-мышь, монитор, принтер, жесткий диск, привод CD-DVD дисков, модем, сетевая карта, для подключения к сети интернет, видеокамера, сканер и тому подобное. Несмотря на великое многообразие периферийных устройств ПК, все они взаимодействуют с процессором и оперативной памятью примерно одинаковым образом, о чем будет сказано далее. Пост – последовательность коротких подпрограмм, хранящихся в ROM BIOS на системной плате. Они предназначены для проверки основных компонентов системы сразу после ее включения, что, собственно, и является причиной задержки перед загрузкой операционной системы. При каждом включении компьютера автоматически выполняется проверка его основных компонентов. Звездочка процессора. Звездочка микросхемы ROM. Звездочка вспомогательных элементов системной платы. Звездочка оперативной памяти и основных периферийных устройств. Эти тесты выполняются быстро и не очень тщательно, при обнаружении неисправного компонента выдается предупреждение или сообщение об ошибке, неисправности. Такие неисправности иногда называют фатальными ошибками, fatal error. Процедура пост обычно предусматривает три способа индикации и неисправности. Звездочка звуковые сигналы. Звездочка сообщения, выводимые на экран монитора. Звездочка шестнадцатый речные коды ошибок, выдаваемые в порт ввода-вывода. При обнаружении процедуры пост неисправности компьютер издает характерные звуковые сигналы, по которым можно определить неисправный элемент или их группу. Если компьютер исправен, то при его включении вы услышите один короткий звуковой сигнал, если же обнаружена неисправность, выдается целая серия коротких или длинных звуковых сигналов, а иногда и их комбинация. Характер звуковых кодов зависит от версии BIOS и разработавшей ее фирмы. В большинстве PC совместимых моделей процедура пост отображает на экране ход тестирования оперативной памяти компьютера. Если во время выполнения процедуры пост обнаружена неисправность, на экран выводится соответствующее сообщение, как правило в виде числового кода из нескольких цифр, например, 1790 диск 0 error. Воспользовавшись руководством по эксплуатации и сервисному обслуживанию, можно определить, какая неисправность соответствует данному коду. Коды ошибок, выдаваемые процедурой пост в порты ввода-вывода. Менее известной возможностью этой процедуры является то, что в начале выполнения каждого теста по адресу специального порта ввода-вывода пост выдает коды теста, которые могут быть прочитаны только с помощью устанавливаемой в разъем расширения специальной платы адаптера. Пост-плата устанавливается в разъем расширения. В момент выполнения процедуры пост на ее встроенном индикаторе будут быстро меняться двузначные 16-театричные числа. Для PC существует несколько видов диагностических программ, некоторые из них поставляются вместе с компьютером, которые позволяют пользователю выявлять причины неполадок, возникающих в компьютере. Во многих случаях такие программы могут выполнить основную работу по определению дефектного узла. Условно их можно разделить на несколько групп, представленных ниже в порядке усложнения программ и расширения их возможностей. Пост-Power-on-Self-Test – процедура самопроверки при включении. Выполняется при каждом включении компьютера. Диагностические программы производителей. Большинство известных производителей компьютеров – IBM, Compec, Hewlett-Packard, Dell и т.д. Выпускают для своих систем специализированное диагностическое программное обеспечение, которое обычно содержит набор тестов, позволяющих тщательно проверить все компоненты компьютера. Диагностические программы, поставляемые с периферийными устройствами. В составе OS-DOS и Windows есть несколько диагностических программ, которые обеспечивают выполнение тестирования составных частей STWED. Современные диагностические программы имеют графические оболочки и входят в состав операционной системы. Такими программами являются, например, утилита очистки диска от ненужных файлов, утилита проверки диска на наличие ошибок, утилита дефрагментации файлов и свободного пространства, утилита архивации данных, утилита конвертирования файловой системы. Все перечисленные программы имеются и в Windows. Производители оборудования выпускают специальные специализированные программы для диагностики конкретного оборудования, конкретного производителя. Можно выделить следующие группы программ. Программы диагностики аппаратного обеспечения. Многие типы диагностических программ предназначены для определенных типов аппаратного обеспечения. Эти программы поставляются вместе с устройствами. Программы диагностики устройств SCSI. Большинство SCSI-адаптеров имеют встроенную BIOS, с помощью которой можно настраивать адаптер и выполнять его диагностику. Программы диагностики сетевых адаптеров. Некоторые производители сетевых плат, также предлагают диагностическое программное обеспечение. С помощью этих программ можно проверить интерфейс шины, контроль памяти, установленный на плате, векторы прерываний, а также выполнить циклический тест. Эти программы можно найти на дискете или компакт-диске, поставляемом вместе с устройством. Можно составить программу автоматизированной диагностики, наиболее эффективную в том случае, если вам необходимо выявить возможные дефекты или выполнить одинаковую последовательность тестов на нескольких компьютерах. Эти программы проверяют все типы системной памяти, основную, Base, расширенную, Expanded и дополнительную, Extended. Место неисправности зачастую можно определить с точностью до отдельной микросхемы или модуля, SIM или DIM. Утилиты диагностики замедляют машину, а иногда их применение приводит к непредсказуемым результатам, то есть с их помощью можно даже навредить системе. Конечно, утилиты совершенствуются. Это особенно заметно в отношении средств работы с реестром, сложной базой данных, хранящей жизненно важную информацию о настройках аппаратного и программного обеспечения. Итак, тем, кто планирует приобретение лишь одной диагностической утилиты, наверное, более всего подойдет всеобъемлющий диагностический комплект, например, утилиты McAfee Utilities или утилиты Norton Utilities. Тем же, у кого нет времени на изучение достоинств и недостатков новых утилит, лучше обратиться к First Aid. И, наконец, тем, кто интересуется подробностями информации о работе своей системы, рекомендуется утилиты для аппаратуры, а основную же массу пользователей, вероятно, устроит и C-Software Sandro Professional. Утилита C-Software Sandro Professional фирмы C-Software Limited показана на рисунке 1. Фирма C-Software Limited превосходный знаток аппаратуры, что и проявилась в программе C-Soft Sandro этой фирмы. Данная утилита выдает подробную информацию об установленных устройствах, обеспечивает всестороннюю проверку аппаратных средств, а также показывает советы по оптимизации системы. Наиболее заметным компонентом является тестирующий модуль для испытаний процессора, системных часов, портов памяти, дисков, звуковой платы, шины с C-C и C, а также подсистемы PLUG. Утилита WinCheckIt фирмы TouchStone Software показана на рисунке 2. В утилите предусмотрены наборы тестов для быстрой проверки системной платы, портов и накопителей, и для более тщательной экспертизы этих компонентов, а также наборы тестов, рассчитанных, кроме всего перечисленного выше и на модемы, память и видеокалибровку. Утилита Amediac фирмы American Megatrends показана на рисунке 3. Программа Amediac 6.0 фирмы American Megatrends работает в реальном режиме DOS и обнаруживает многие аппаратные неисправности. Сложные тесты памяти позволяют выявить трудные для поиска проблемы системной памяти, в том числе кэши памяти объемом свыше 64 мбайт. Средствами Amediac тестируются все аппаратные подсистемы, от плат адаптеров Psi и ISA до устройств AGP и USB, а по результатам подготавливаются подробные отчеты обо всех обнаруженных неисправностях. Утилита McAfee First Aid фирмы Network Associates, First Aid фирмы Cyber Media Inc. В сферу деятельности таких программ как First Aid входят в первую очередь проблемы по, это простая в эксплуатации программа, содержащая ряд средств для диагностики и настройки аппаратуры, рассчитана на среднего пользователя, в нем отсутствуют такие специальные средства, как детальный анализ реестра, который стремится быстро исследовать и настроить систему, особенно когда она работает некорректно. Низкий уровень свободы пользователя является и недостатком утилиты, однако, именно это будет и большим преимуществом для многих пользователей. Пакет McAfee Utilities фирмы Network Associates, прежнее название НАЦ. Эти утилиты издавна, еще со времен DOS, известны своей специализацией на работу с дисками и файлами. Эта традиция продолжается и в новых версиях пакета. Утилиты пакета делятся на определенные группы. Optimize Performance, инструмент для оптимизации системы. Find and Fix Problem, инструмент для поиска проблем. System Maintenance, инструмент для поддержки системы. Registry Management, инструмент для работы с реестром. Эти утилиты не лидируют в вопросах диагностики аппаратуры, хотя набор тестов и диагностических средств в пакете очень большой. Если же необходимо решать специфические задачи, связанные с диагностикой аппаратуры, то в этих случаях рекомендуется все-таки прибегать к услугам специальных утилит для проверки аппаратных средств, например, чекет фирмы Touchstone. Утилита Norton Crash Guard фирмы Cemented Corporation изображена на рисунке 6. Средства защиты от сбоев настолько важны, что составляют неотъемлемую часть таких пакетов, как Norton Utilities. При возникновении какой-либо проблемы утилита Crash Guard 2000 защиты от аварийных отказов обеспечивает возможность сохранить файлы, находившиеся в этот момент в работе, выйти из системы и перезапустить ее, избежав потери своих данных и повреждения системы. Для пользователя все довольно просто. Если система повисла, то активизируется возможность исправить программу с помощью Crash Guard и становится доступным пункт меню «Сохранить файл». Т.А. необходимо сохранить выполняемую работу, а затем завершить задачу. Несмотря на ограниченность тестового функционала, диагностические программы общего назначения используются гораздо чаще и соответственно более известны. Многие пользователи, чей стаж работы с компьютером превышает полтора года, знакомы с программами AIDA64 и C-Soft Sandra. C-Software Sandra – это программа для тестирования компьютера от компании C-Software. Эта весьма уважаемая, существующая с 1995 года программа, представляет собой мощный комплекс всеобъемлющего анализа и тестирования аппаратных и программных компонентов компьютера. Сандра выдает подробнейшую информацию, в том числе и недокументированную, как о железной составляющей, так и о конфигурационных файлах. Помимо информационной составляющей, программа предоставляет ряд тестов, результаты которых можно сравнить с эталонными. Менее известна программа HWI-INFO – это бесплатная программа, предоставляющая полную информацию о компьютере и комплектующих, из которых он состоит. HWI-INFO поддерживает все популярное железо и дает подробную информацию по каждому компоненту. Интерфейс программы построен в классическом для такого типа программ стиле, он удобен, информативен и с ним приятно иметь дело. В отличие от некоторых других программ подобного толка, HWI-INFO дает информацию только о железной составляющей системы и не работает с софтом. Программа регулярно обновляется, добавляя поддержку новейшего железа. В HWI-INFO есть модуль, показывающий текущее состояние основных компонентов компьютера. Информация, получаемая с внутренних сенсоров, обновляется в реальном времени. Этот модуль может быть запущен отдельно от основной программы и может служить для мониторинга состояния системы. HWI-INFO, конечно же, значительно уступает в функциональном плане другой популярной информационно-диагностической утилите EIDA64. Субтитры создавал DimaTorzok